Мамин сибиряк. Емеля охотник. Далеко-далеко, в северной части Уральских гор, в непроходимой лесной глуши спряталась деревушка Тычки. В ней всего одиннадцать дворов, собственно, десять, потому что одиннадцатая избушка стоит совсем отдельно, но у самого леса. Кругом деревни зубчатой стеной поднимается вечно зеленый хвойный лес. Из-за верхушек елей и пихт можно разглядеть несколько гор, которые точно нарочно обошли Тычки со всех сторон громадными синевато-серыми валами. Ближе других стоит к Тычкам горбатая ручьевая гора с седой мохнатой вершиной, которая в пасмурную погоду совсем прячется в мутных серых облаках. С ручьевой горы сбегает много ключей и ручейков. Один такой речеек весело катится к Тычкам, и зиму, и лето всех поет студенный, чистый, как слеза водой. Избы в Тычках выстроены без всякого плана, как кто хотел. Две избы стоят над самой речкой, одна на крутом склоне горы, а остальные разбрелись по берегу, как овцы. В Тычках даже нет улицы, а между избами колесит избитая тропа. Да тычковским мужикам совсем и улицы, пожалуй, не нужно, потому что и ездить по ней не на чем. В Тычках нет ни у кого ни одной телеги. Летом эта деревушка бывает окружена непроходимыми болотами, топями и лесными трущобами. Так что в нее едва можно пройти пешком только по узким лесным тропам, да и то не всегда. В ненасти сильно играют горные речки, и часто случается тычковским охотникам дня по три ждать, когда вода спадет с них. Все тычковские мужики – записные охотники. Летом и зимой они почти не выходят из лесу, благо до него рукой подать. Всякое время года приносят с собой известную добычу. Зимой бьют медведей, куниц, волков, лисиц, осенью белку, весной диких коз, летом всякую птицу. Одним словом, круглый год стоит тяжелая и часто опасная работа. В той избушке, которая стоит у самого леса, живет старый охотник Емеля с маленьким внучком Гришуткой. Избушка Емеля совсем вросла в землю и глядит на свет Божий всего одним окном. Крыша на избушке давно прогнила, а трубы остались только обвалившиеся кирпичи. Ни забора, ни ворот, ни сарая, ничего не было у Емелиной избушки. Только под крыльцом из неотесанных бревен воет по ночам голодный лыско. Одна из самых лучших охотничьих собак в тычках. Перед каждой охотой Емеля дня три морит несчастного лыска, чтобы он лучше искал дичь и выслеживал всякого зверя. Дедко, а детко, с трудом спрашивал маленький Гришутка однажды вечером. Теперь олени с телятами ходят. С телятами, Гришук, — ответил Емеля, доплетая новые лапти. — Вот бы детко теленочка добыть, а? — Погоди, добудем. Жары наступили, олени с телятами в чаще прятаться будут от оводов. Тут я тебе и теленочка добуду, Гришук. Мальчик ничего не ответил, а только тяжело вздохнул. Гришутке всего было лет шесть, и он лежал теперь второй месяц на широкой деревянной лавке под теплой оленьей шкурой. Мальчик простудился еще весной, когда таял снег, и все не мог поправиться. Его смугло личико побледнело и вытянулось, глаза сделались больше, нос обострился. Емеля видел, как внучок таял не по дням, а по часам, но не знал, чем помочь горю. Поил какой-то травой, два раза носил в баню. Больному не делалось лучше. Мальчик почти ничего не ел. Поживет корочку черного хлеба и только. Оставалась от весны соленая козлятина, но Гришук и смотреть на нее не мог. И из чего захотел теленочка. Думал старый Емеля, доковыривая свою лапоть. Уже надо добыть. Емеля было лет семьдесят. Седой, сгорбленный, худой, с длинными руками. Пальцы на руках у Емеля едва разгибались. Точно это были деревянные сучья. Но ходил он еще бодро и кое-что добывал охотой. Только вот глаза сильно начали изменять старику. Особенно зимой, когда снег искрится и блестит кругом алмазной пылью. Из-за Емелиных глаз и труба развалилась, и крыша прогнила, и сам он сидит частенько в своей избушке, когда другие в лесу. Пора старику и на покой, на теплую печку. Да замениться неким. А тут вот еще Гришутка на руках очутился. О нем нужно позаботиться. Отец Гришутки умер три года назад от горячки. Мать заели волки, когда она с маленьким Гришуткой зимним вечером возвращалась из деревни в свою избушку. Ребенок спасся каким-то чудом. Мать, пока волки грызли ей ноги, закрыла ребенка своим телом. И Гришутка остался жив. Старому деду пришлось выращивать внучка, а тут еще болезнь приключилась. Беда не приходит одна. Стояли последние дни июня месяца. Самое жаркое время в тычках. Дома оставались только старые да малые. Охотники давно разбрелись по лесу за оленями. В избушке Емеля бедный лыску уже третий день завывал от голода, как волк зимой. «Видно, Емеля на охоту собрался», — говорили в деревне бабы. Это была правда. Действительно, Емеля скоро вышел из своей избушке с кремниевой винтовкой в руке. Отвязал лыска и направился к лесу. «Ну, Гришук, поправляйся без меня», — говорил Емеля внуку на прощание. «За тобой приглядит старуха Маланья, пока я за теленком схожу». «А принесешь теленку-то, дедко?» «Принесу», — сказал. «Желтенького?» «Желтенького». «Но я буду тебя ждать. Смотри, не промахнись, когда стрелять будешь». Емеля давно собирался за оленями, да все жалел бросить внука одного. А теперь ему было как будто лучше, и старик решился попытать счастье. Да и старая Маланья поглядит за мальчонком. Все же лучше, чем лежать одному в избушке. В лесу Емеля был как дома. Да и как ему не знать этого леса, когда он целую жизнь бродил по нему с ружьем да с собакой. Все тропы, все приметы, все знал старик на сто верст кругом. А теперь в конце июня в лесу было особенно хорошо. Трава красиво пестрела распустившимися цветами, в воздухе стоял чудный аромат душистых трав. А с неба глядело ласковое летнее солнышко, обливавшее ярким светом и лес, и траву, и журчавшую высокий речку, и далекие горы. Да, чудно и хорошо было кругом. И Емеля не раз останавливался, чтобы перевести дух и оглянуться назад. Тропинка, по которой он шел, змейкой взбиралась на гору, минуя большие камни и крутые уступы. Крупный лес был вырублен, а около дороги ютились молодые березки, кусты жимлости, и зеленым шатром раскидывалась рябина. Там и сям попадались густые перелески из молодого ельника, который зеленой щеткой вставал по сторонам дороги и весело топорщился лопистыми и мохнатыми ветвями. В одном месте с половины горы открывался широкий вид на далекие горы и на тычки. Деревушка совсем спряталась на дне глубокой горной котловины, и крестьянские избы казались отсюда черными точками. Емеля, заслонив глаза от солнца, долго глядел на свою избушку и думал о внучке. — Ну, лыску, ищи! — говорил Емеля, когда они спустились с горы и повернули с тропы в сплошной дремучий ельник. Лыску не нужно было повторять приказание. Он отлично знал свое дело. И, уткнув свою острую морду в землю, исчез в густой зеленой чаще. Только на время мелькнула его спина с желтыми пятнами. Охота началась. Громадные ели поднимались высоко к небу своими острыми вершинами. Мохнатые ветви переплетались между собой, образуя над головой охотника непроницаемый темный свод, сквозь который только кое-где весело глянет солнечный луч и золотым пятном обожжет желтоватый мох или широкий лист папоротника. Трава в таком лесу не растет, и Емеля шел по мягкому желтоватому мху, как по ковру. Несколько часов брел охотник по этому лесу. Лыску точно в воду канул. Только изредка хрустнет ветка под ногой или перелетит пестрый дятел. Емеля внимательно осматривал все кругом, нет ли где какого-нибудь следа, не сломал ли олень рогами ветки, не отпечаталась ли на мху раздвоенной копыта, не объедена ли трава на кочках. Начало темнеть. Старик почувствовал усталость. Нужно было думать о ночлеге. Вероятно, олени распугали другие охотники, думал Емеля. Но вот послышался слабый виск лыска, и впереди затрещали ветви. Емеля прислонился к стволу ели и ждал. Это был олень. Настоящий десятирогий красавец-олень, самый благородный из лесных животных. Вот он приложил свои ветвистые рога к самой спине и внимательно слушает, обнюхивая воздух, чтобы в следующую минуту молнии пропасть в зеленой чаще. Старый Емеля завидел оленя, но он слишком далеко от него, не достать его пулей. Лыско лежит в чаще и не смеет вдохнуть в ожидании выстрела. Он слышит оленя, чувствует его запах. Вот грянул выстрел, и олень, как стрела, понесся вперед. Емеля промахнулся, а лысков взвыл от забиравшего его голода. Бедная собака уже чувствовала запах жареной оленины, видела аппетитную кость, которую ей бросил хозяин, а вместо этого приходится ложиться спать с голодным брюхом. Очень скверная история. Ну, пусть его погуляет, рассуждал вслух Емеля, когда вечером сидел у огонька под густой столетней елью. Нам надо теленочка добывать лыско, слышишь? Собака только жалобно виляла хвостом, положив острую морду между передними лапами. На ее долю сегодня едва выпала одна сухая корочка, которую Емеля бросил ей. Три дня бродил Емеля по лесу с лыском, и все напрасно. Оленья с теленком не попадалось. Старик чувствовал, что выбивается из сил, но вернуться домой с пустыми руками не решался. Лыско тоже приуныл и совсем отощал, хотя и успел перехватить пару молодых зайчат. Приходилось заночевать в лесу у огонька третью ночь. Ну и во сне старый Емеля все видел желтенького теленка, о котором его просил Гришук. Старик долго выслеживал свою добычу, прицеливался, но олень каждый раз убегал от него из-под носу. Лыско тоже, вероятно, бредил оленями, потому что несколько раз во сне взвизгивал и принимался глухо лаять. Только на четвертый день, когда и охотник, и собака совсем выбились из сил, они совершенно случайно напали на след оленя с теленком. Это было в густой еловой заросли на скате горы. Прежде всего Лыско отыскал место, где ночевал олень, а потом разнюхал и запутанный след в траве. Маатка с теленком, думал Емеля, разглядывая на траве следы больших и маленьких копыт. Сегодня утром были здесь. Лыско, ищи, голубчик. День был знойный, солнце палило нещадно. Собака обнюхивала кусты и траву с выснутым языком. Емеля едва таскал ноги. Но вот знакомый треск и шорох. Лыско упал на траву и не шевелился. В ушах Емеля стоят слова внучка. Дедко, добудь теленка. И непременно, чтобы был желтенький. Вон и матка. Это был великолепный олень-самка. Он стоял на пушке леса и пугливо смотрел прямо на Емелю. Кучка жужжавших насекомых кружилась над оленем и заставляла его вздрагивать. Нет, ты меня не обманешь, думал Емеля, выползая из своей засады. Олень давно почуял охотника, но смело следил за его движениями. Эта матка меня от теленка отводит, думал Емеля, подползая все ближе и ближе. Когда старик хотел прицелиться в оленя, он осторожно перебежал несколько сажен далее и опять остановился. Емеля снова подполз со своей винтовкой. Опять медленное подкрадывание и опять олень скрылся, как только Емеля хотел стрелять. «Не уйдешь от теленка», – шептал Емеля, терпеливо выслеживая зверя в течение нескольких часов. Эта борьба человека с животным продолжалась до самого вечера. Благородное животное десять раз рисковало жизнью, стараясь отвезти охотника от спрятавшегося олененка. Старый Емеля и сердился, и удивлялся смелости своей жертвы, ведь все равно она не уйдет от него. Сколько раз приходилось ему убивать таким образом жертвовавшую собою мать. Лыско, как тень, ползал за хозяином, и когда тот совсем потерял оленя из виду, осторожно ткнул его своим горячим носом. Старик оглянулся, и присел. В десяти саженях от него под кустом жимолости стоял тот самый желтенький теленок, за которым он бродил целых три дня. Это был прихорошенький олененок всего нескольких недель, желтым пушком и тоненькими ножками. Красивая головка была откинута назад, и он вытягивал тонкую шею вперед, когда старался захватить веточку повыше. Охотник с замирающим сердцем взвел курок винтовки, и прицелился в голову маленькому беззащитному животному. Еще одно мгновение, и маленький олененок покатился бы по траве с жалобным предсмертным криком. Но именно в это мгновение старый охотник припомнил, с каким геройством защищала теленка его мать. Припомнил, как мать его грешутки, спасла сына от волков своей жизнью. Точно, что оборвалось в груди у старого Емели, и он опустил ружье. Олененок по-прежнему ходил около куста, общипывая листочки и прислушиваясь к малейшему шороху. Емели быстро поднялся и свистнул. Маленькое животное скрылось в кустах с ротой молнии. «Ишь, какой бегун!» — говорил старик, задумчиво улыбаясь. «Только его увидел, как стрела! Ведь убежал лыско наш олененок-то! Но ему бегуну еще надо подрасти! Ах ты, какой шустрый!» Старик долго стоял на одном месте и все улыбался, припоминая бегуна. На другой день Емели подходил к своей избушке. «А, детко, принес теленка!» — встретил его Гриша, ждавший все время старика с нетерпением. «Нет, Гришук, видел его!» «Желтенький?» «Желтенький сам, а мордочка черная. Стоит под кустиком и листочки пощипывает. Я прицелился и промахнулся?» «Нет, Гришук, пожалел малого зверя. Матку пожалел! Как свистнул! А он, теленок-то, как стреканет в чащу! Только его и видели! Убежал, пострел этакий!» Старик долго рассказывал мальчику, как он искал теленка по лесу три дня и как тот убежал от него. Мальчик слушал и весело смеялся вместе с старым дедом. «А я тебе глухаря принес, Гришук, прибавил Емеле, кончив рассказ. Этого все равно волки бы съели!» Глухарь был ощипан, а потом попал в горшок. Больной мальчик с удовольствием поел глухариной похлебки и, засыпая, несколько раз спрашивал старика. «Так он убежал, олененок-то?» «Убежал, Гришук!» «Желтенький?» «Весь желтенький, только мордочка черная да копытца!» Мальчик так и уснул и всю ночь видел маленького желтенького олененка, который весело гулял по лесу со своей матерью. А старик спал на печке и тоже улыбался во сне. Субтитры создавал DimaTorzok